Доброе утро, драгоценная невеста Христа! Я сегодня увидела сон, который меня очень сильно встревожил и дал мне задуматься. Поэтому я хотела очень поделиться с вами, потому что я думаю, что это откровение нужно многим. Я увидела... Мы ехали в монастырь какой-то. Я, мой брат в Иисусе Христе, его жена. И еще какая-то девушка со мной. Мы ехали очень-очень долго, и дорога была очень сложной туда, через какие-то горные реки, какие-то подъемники. Очень сложная была дорога, и когда мы туда приехали, мы заехали туда в монастырь. И, получается, потом началось то, что жена брата, она начала ужасно себя вести, ругаться, говорить, что ей здесь не нравится, что она хочет немедленно домой, что он должен ее отвезти сейчас же обратно. Ну и она очень сильно возмущалась и ругалась. И брат, он было само спокойствие. Он вообще ни капли не поддавался этому всему. Он сказал, что он останется здесь, и что она совершенно должна его оставить в покое, потому что он сюда доехал и хочет там остаться. Но и она продолжала этот театр. Очень ужасно это было во сне. И я сказала, хорошо, хорошо, сестра, успокойся, чтобы дать твоему мужу спокойно помолиться, и ты, чтобы была счастлива, я тебя отвезу тогда домой. И мы хотели выезжать уже в машине. Оказывается, очень трудно было там выехать. Должны было два монаха специально двумя ключами открывать, там как-то ворота. Очень трудно было оттуда выехать. Мы потом выехали, я здесь стою в монастырь, и мы вот так вот проезжаем дорогой. И я смотрю на этот монастырь, последний раз как бы, блик, и я вижу, что это золотой город. Я понимаю, что это Химреши Иерусалим, небесный Иерусалим. И из-за того, что она меня до такой степени как бы вывела из этого шалома, из этого внутреннего спокойствия, вот написано Откровение 3.11. И то, что я пошла на поводу у этого мирского, дала себя вывезти из шалома, и тем самым я отдала свой венец. И я сразу проснулась, я в таком шоке проснулась, я прям сидела и начала думать. Ну как раз дети забирали, начали сразу кричать, возмущаться, что они хотят домашнее задание делать. Я поняла сразу, что я им сразу сказала, этот сон, говорю, вы понимаете, дети, вы кричите, ругаетесь. И это как раз и есть то, что мы можем потерять наше спасение, потому что драгоценный Иисус скоро придет. И такими вот какими-то отключениями, что мы что-то ставим больше, чем Бога, смотрим на людей, слушаем людей, на то, что кто-то возмущается, или кто-то ругается. Потому что Сатана, он очень ненавидит невесту Иисуса Христа. И поэтому, потому что невеста должна быть из каждого языка, каждой нации, каждого народа. Потому что у Иисуса Христа будут права на каждую нацию, на каждый народ, на каждый фольк, да, как написано в Библии. И поэтому он хочет, чтобы как можно меньше невесты вошло в число невесты. Поэтому я хотела вас предупредить, драгоценные братья и сестры, чтобы вы продумали очень хорошо все ваши душевные связи. Может быть, кто-то в вашей окружении пытается вас тянуть вниз, чтобы вы не получили этого венка, чтобы вы не зашли. Потому что очень часто Сатан пытается именно через слабое звено как-то открыть двери. И чтобы через это слабое звено открыть двери, войти и повлиять на помазанника. Потому что именно он мне показал через этого брата, потому что я знаю, его жена рассказывала сон, что она, она рассказывала сон, что она открыла окно и через окно ломились демоны. И она кричала, что во сне, что муж, скорее подбеги, помоги мне закрыть двери, потому что демоны через это окно забегают в дом. Такой у нее сон был. И после этого сна как бы начались всякие у них проблемы. Но это совершенно не важно. Именно важен этот процесс. Кто-то открыл дверь, кто-то пустил демонов. И потом они пытаются воздействовать на другого человека, чтобы вывести его из шалома, чтобы он не получил своего венца. Поэтому я вас очень-очень прошу. Я буду, конечно, передумывать все свои духовные, как их называют, дзеленбиндунген. Дзеленбиндунген означает душевные связи, все какие-то отвлечения. Чтобы ни в коем случае ничего не стояло больше, чем Господь Бог. Потому что, когда драгоценный Иисус придет, он заберет свою церковь и будет свадьба. И драгоценный Иисус возьмет приданное своей невесте. Приданное — это все, что... Когда драгоценный Иисус на кресте завоевал для нас землю, то он, перед тем, как уйти на небо, отдал как подарок, свадебный подарок невесте. Как раньше в Израиле, жених, перед тем, как покинуть невесту на год, то он всегда давал ей подарок. Он дал нам в подарок нашу землю и дал в подарок нам Духа Святого, который наставляет и помогает нам. И подготавливает нас к свадьбе. И когда мы будем забраны, будут наши подарки тоже вместе забраны. Наше наследство, наша земля из каждого языка, каждого народа, каждой нации. И драгоценный Дух Святой, он тоже будет забран. И семь лет на земле, это великая скорбь, это будут семь дней свадьбы на небе. И когда свадьба закончится, то это уже будет не невеста, а муж и жена. И они сойдут на небо, как муж и жена. И Иисус будет иметь полные права на землю. И тогда в Армакедонии он сатану просто выкинет, потому что все легальные права будут у Иисуса, потому что его жена принесла это как приданное в эту свадьбу. Поэтому он, конечно же, пытается, чтобы как можно больше людей из невесты остались. Чтобы, может быть, не из каждого языка, может быть, не из каждого народа, может быть, не из каждой нации. Это как бы его сейчас единственная цель, потому что он очень боится этой свадьбы и очень не хочет, чтобы она произошла. Но я прошу вас, братья и сестры, чтобы вы очень крепко стояли на ногах, чтобы вы тоже посмотрели со всех сторон, кто вас отвлекает, кто вас пытается вывести из шалома, кто вас пытается вывести из подготовки к встрече к нашему драгоценному жениху. Я это сейчас, к счастью, вас не увидела. Для меня это было полным шоком. Я сейчас буду молиться и спрашивать Господа обо всех вещах, кто, что отвлекает, чтобы мне не остаться без венка. Благословение вам. Аминь.